Светлана зачитывает очередной вопрос 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 Я думаю, что единственный вопрос, который По-настоящему может быть Вызывает, ну или мог бы Вызывать сомнения у девушки Это вопрос не поздно ли Потому что все остальное, я когда слушаю У нее идеальный план, понимаешь? Идеальный. Она с одной стороны Мотивирована. Дело не в том Почему ей это хочется Жить в Америке и так далее, но вот ей хочется И это как бы принимаем за данные За данность И дальше у нее абсолютно разумный план У нее есть образование, которое позволяет Получить рабочую визу У нее есть понимание Того, что она пойдет там не в программисты А в тестеры. Она уже определилась со специализацией Она хочет Учиться в Москве. Это очень правильно У меня вот несколько девчонок были Вот такие же умницы точно Вот они при Бауманском институте Они учились, их прямо там же с этого института И на работу отправили Я недавно получил имейл По ошибке мне кто-то, наверное, шлепнул оттуда Какая-то контора консалтинга Они говорят, у нас там 20 позиций Присылайте нам наших студентов в Москву Знаешь, мы их там сами еще и научим тоже И поэтому востребованный рынок На котором не хватает людей Может быть там много сразу не заплатят Но сразу и не надо А образование у нее подходящее Поработает пару лет Она уже вполне может искать стажировку Вполне может искать рабочую визу И получить Главное, чтобы она занималась серьезными вещами Да, чтобы она не ерундой всякой А чтобы она понимала, ради чего она ходит на работу И к чему стремится То есть у нее абсолютно такой хороший план То, что касается 29 лет Я не вижу Проблем с точки зрения рабочей визы Я проблем не вижу С точки зрения работы в Москве Я проблем не вижу То есть Если внутренний такой драйв есть Так уже там без разницы 22 тебе или 29 Я и в 42 Видел людей, которые абсолютно как вот Как молодые Рвутся в бой У них колоссальный потенциал Там и так далее И я еще хочу сказать Что Как-то за последние лет 20 Что ли Резко изменилось То, что мы видим То, что мы ожидаем От людей, которым там 28, 29, 30 лет То есть они сегодня Настолько моложе По способностям своим По, как сказать По энергии, которая в них есть И так далее По сравнению с тем, как это было Вот, например, когда мы были в этом возрасте Они изменились Я вижу очень-очень много таких Парней И девчонок изумительных Вот в этом возрасте У меня полушколы таких И Просто Я рад, что вот такое открытие У меня самого произошло Перед моими глазами Это я раньше Тоже так не воспринимал А сейчас я говорю Да ты что Там не то, что 29 Там 38 Там, я не знаю 42 Люди приходят И я смотрю У них глазки светятся И они готовы к переменам Они открыты к переменам Вперед Значит, что с вами произойдет В силу того, что вы постарше Там, допустим Не 22, а 29 Когда вы уже окажетесь тут И там тоже, наверное Ну, раз вы уже хотите приехать сюда Когда вы сюда приедете И начнете работать Вас очень быстро вынесет Куда-нибудь в менеджмент В административную функцию Потому что когда человек уже немножко соображает То есть ему интересно не только Как сделать А еще и зачем вообще это нужно И это с возрастом обычно подходит Не всем, кстати, подходит Но очень многие люди с возрастом начинают спать А что, что я делаю Оно вообще кому-то нужно Может быть вообще надо было не так делать И так далее И вот поскольку вы уже чуть постарше И уже отвлекались на другие дела Это дает вам какую-то широту во взглядах Вот И вы начинаете понимать уже некоторым образом Взаимодействие других людей Не то, что я сижу там тестирую Или я сижу программирую А я сижу программирую Но кто-то сделал требования По которым я там программирую Или там я тестирую Кто-то, допустим, должен все это продать людям Кто-то должен документацию написать И мы все работаем в едином таком коллективе Кто-то должен там на вопросы отвечать Когда люди звонят И когда вы начинаете систему вот эту понимать Вас естественным образом выносят в менеджмент И менеджеров не хватает еще больше Чем людей, которые там кодируют Или что-то Поэтому вас увидят Вам скажут Слушай, знаешь что Бросай-ка вот это дело Ставись-ка вот сюда Это естественным образом произойдет Вот это то, на что ваш возраст повлияет То есть вы быстрее Вас вынесет быстрее в менеджмент В административную функцию Это не обязательно произойдет Может быть вы не хотите это делать Может быть вам это претит И вы не стремитесь Я, наверное, никогда не стремился Никого, никем руководить Меня шерем пытались там продвигать А я как-то отваливался Потому что мне не хотел Ну так в молодые годы Но судя по тому, что вы были секторем И доросли до менеджера Наверное, вы это нормально делаете Вам сейчас радости это не доставляет Не в силу того, что что-то А просто обстоятельства вокруг Не благоприятствует То есть вы не понимаете, зачем вы это делаете Кому все это нужно Вот я пришла сегодня Приду завтра Что изменилось Знаете, когда поменяется обстановка Когда вы будете то же самое делать Но понимая, зачем Вокруг вас будут люди С высшим образованием Все вокруг Мотивированные Самодостаточные Веселые Добрые Симпатичные Когда вы будете на работу Лететь как на праздник У вас не возникнет вопроса Мне не нравится то, чем я занимаюсь Вот Я это так примерно вижу В вашем случае Но То, что у вас план такой Честно говоря Я вот слушал Светлана зачитывала Я просто в восторге был Это говорит о том, что вы уже административный Такой человек Вы уже Как бы у вас менеджмент Такое мышление Вы построили изумительный план И Просто молодец Я считаю, что Вот Просто по факту того, что вы хотите Этого добиться И вы действуете в этом направлении Вы Обязательно придете И очень хорошо придете в эту точку Так что Я вам желаю всяческих успехов И дай бог, чтобы внешние обстоятельства Не изменились В какую-то там Негативную сторону Потому что мы никогда не знаем, что будет завтра Но Надеемся, что все будет хорошо Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok